Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян отправил письмо соболезнования осаду или лидеру друзов по поводу жертв террористического акта на Эссу Вейду. Очередной кандидат в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Сто лесных пожаров, зарегистрированных на территории Западной Армении и Турции в течение восьми дней. Президент Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями. Предметы, пережившие геноцид в Музее Холокостов и Леонисе. Запись Минуа была найдена в скалистой части крепости Ван. Захарова. Москва приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян отправил письмо соболезнования президенту Сирии Башару Аль-Асаду и лидеру этноконфессиональной группе друзов по поводу случившегося в результате террористического нападения на Эссу Вейду, в результате чего более чем 250 человек погибли. Арменак Абрамян выражает глубочайшее сочувствие своему коллеге по случаю террористического акта, который произошел 25 июля и был совершен исламским государством. Был нанесен большой ущерб стране. Отметим, что большой взрыв потряс прибрежный город Эссу Вейда, который находится в 92 километрах от Дамаска. Террористические атаки исламского государства сопровождаются нападениями боевиков вблизь города. Масыс Нарсисян выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении в 2018 году. Следует отметить, что выдвижение кандидатов Национального собрания Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года и состоялась также церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. С 18 по 26 июля на территории Западной Армении и Турции было зарегистрировано более 100 лесных пожаров в течение 8 дней. Согласно данным, опубликованным на веб-сайте Департамента сельского и лесного хозяйства, с 18 по 26 июля насчитывается более 100 пожаров. Согласно публикации, ежедневно было зарегистрировано 12,5 пожаротушений. Большинство пожаров было в Анталии, Мугле, Измире-Манисе и спартанских регионах. Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими санкциями, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора Эндрю Брансона. Вице-президент США Майк Пенс также выступил с подобным заявлением. Говоря, что если Турция не предпримет немедленные меры для освобождения этого невинного человека веры, не отправит его домой, Соединенные Штаты Америки введут серьезные санкции против Турции. «Мы должны сделать все возможное, чтобы он вернулся в США», – отметил он. Министр иностранных дел Турции Майвлюд Чавушоглу, реагируя на заявление президента США, в своем твиттере написал, «Никто не может диктовать Турции, что ей делать. Не допустим никаких угроз. Верховенство права для всех». Напомним, суд турецкой провинции Измир постановил в среду переместить под домашний арест американского пастора. 19 июля в Иллинойском музее в учебном центре Холокоста открылась выставка под названием «История сохраненных вещей», в которых также были представлены личные вещи выживших после геноцида армян. На сайте музея упоминается, что более 60 персональных предметов, представленных на выставку, были доставлены в Соединенные Штаты пострадавшими от геноцида. Каждая из документированных фотографий сделана Тимом Ламасом и подписана выжившими или членами их семьи. Среди представленных предметов есть портфель, чемодан, кулинарная книга, свадебное приглашение и многое другое. Они все спасены вместе с выжившими с самых разных частей света, которые пережили и видели геноцид, включая армянский, еврейский, боснийский, камбоджийский, иракский, руанский, южносуданский и т.д. Во главе доктора-профессора Стамбульского университета Эркан Койнара археологическая экспедиция из 50 человек раскопает три отдельных участка, расположенных в Западной Армении. Археологи будут проводить раскопки в крупнейшем пещерном зале времен Ванского королевства. Руководитель экспедиции отметил, что результатом работы были клинописные надписи царя Урарту Менуа. В надписи отмечается следующее «Если кто-либо здесь избавится от животных, либо украдет их, или же скажет, что не я все это построил, то пусть они будут наказаны богами Халди, Тейши-Бой и Шевини. Предполагается, что территория служит в качестве пастбища». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в пятницу, что Россия приветствует контакты между Баку и Ереваном по Карабаху. По ее словам, Россия как страна-посредник зарекомендовала себя эффективно и конструктивно в вопросе урегулирования Карабахского конфликта. Особо Захарова отметила, «Россия прекрасно отдает себе отчет и прекрасно понимает тему. Встречи по урегулированию конфликта проходят на различном уровне. Мы приветствуем любые встречи между Баку и Ереваном, о которых договариваются обе стороны и которые проходят конструктивно», – заявила она. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Ампитакит» в исполнении группы «Айги». «Ампитакит» «Ампитакит» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! «Ампитакит» «Ампитакит» «Ампитакит»